Всем привет, с вами Верлиана и как вы видите у меня сегодня коробочка. Мне пришло пара посылок, я решила, что объединю их и покажу сразу вот здесь то, что я еще не видела. И один пакет с тем, что в принципе я знаю, что там лежит. Что ж, начинаем открывать посылку. В этот раз я отслеживала с помощью приложения Почты России на айфоне. Очень обрадовалась, какое классное приложение, как все оно отслеживало здорово. И в общем, в итоге оказалось, что 28 числа я нашла извещение о том, что посылка пришла 25 числа. Но когда я ее забрала, они написали, что они ее доставили мне 25-го. Что вообще за 5 дней все доставлено. Хотя на самом деле это было 8 дней. Тут не так уж много всего. Просто объемная эта коробочка. И у меня здесь, мой неочередной. Коврик. Коврик фиолетового цвета. Куда бы я ни приехала, я покупаю себе коврик и потом его оставляю там. Прекрасный коврик у меня остался в Китае. Один на Кипре. И вот, видимо, один еще калининградский. Совершенно простой коврик без картинок, без ничего. Стик-йога-мап практика. 173 сантиметра в длину и 3 миллиметра. То есть тоненький достаточно. А вот где написано... Где произведено... Где произведено и написано. В этом пакете еще что-то надо лежить. Ммм, конфетки. Упаковочка пустая. Как они могли? Как они могли? Они вскрыли ее. Нет, я знаю, что вот эти вот упаковки, они еще тут гидротичные внутри. Но это знаете, что означает? Это означает, что кто-то надорвал вот эту вот штуку. Не знаю, было это сделано на таможне или еще где-то, но я вот не то чтобы расстроена, но... Что это такое? Здесь даже есть наклейка какая-то, которая даже предотвращает вот это взлом. Это ужасно. Кстати, коробочки немножко изменились. Пока я эмоционировала по поводу этого, я забыла сказать, что это конфетки. Они называются функциональные конфеты, но на самом деле это конфеты Якова Маршака. Доктор Яков Маршак, который изобрел потрясающие конфетки по юридическим рецептам. Может быть, он их не столько изобрел, сколько повторил по каким-то индийским юридическим рецептам. Мне почему нравится? Потому что здесь нет сахара, и у них действительно очень насыщенный супер шоколадный вкус. Если хочется шоколадку, именно вот шоколадный шоколадный вкус, то рекомендую. Это называется Choco Fruits. И сам оригинальный шоколад называется Granato Chocolate, Яков Маршака. Так, тут что-то еще. А, это моя зубная паста. Это зубная паста. Black! Черная зубная паста. Я вам уже показывала в одном видео зубную пасту черную, которая мне очень понравилась. Но она такой марки, которую не найдешь днем с огнем в России. Поэтому я заказала себе зубную пасту аюридическую тоже. Она с углем. Здесь даже все по-русски написано. Без искусственных красителей, сульфатов, торов и парабены. Мягкое отбеливание, антибактериальные действия. Мне действительно очень понравилась. Это первая моя черная паста зубная. Поэтому я решила еще одну заказать. И что же? Что же такое? Ну, не то, чтобы это не очередная ложь. Ну, смотрите. Но это же не черная. Это совершенно не черная паста. Она какого-то цвета серого. Серая паста вместо черной. Позвоните мне, я покажу вам, что такое черная паста. Или посмотрите одно из видео предыдущих. Я осталась с ума. Там по-настоящему черная паста. Ну, ладно, мы проверим ее в деле. Очень хорошие были они отзывы. И очень супер маленькая упаковка 50 грамм. С этой пастуркой все. Она была очень большая. Я, в принципе, заказала в основном из-за коврика. Потому что коврик мне нужен. Всегда и везде. Без коврика было очень тяжело. И еще это спивак. Спивак. Пока все вот тут как бы были в России. И уже это стало баяном. Я еще ничего не пробовала. Поэтому для меня вот это все впервые вновь. С чего начну, это свечки. Просто невероятно потрясающие свечки. Я обожаю запах воска. И просто вот сами эти свечки даже не зажидают. Я ходила вчера весь вечер их нюхала. И сегодня вот просто очень нравится этот запах. Он какой-то уютный, классный. И плюс они такие стики, как отливки. Их можно чуть-чуть прижать к столу и они будут стоять. Мне кажется, что они даже больше декоративные. Но я все-таки попробую поджечь. Кто хотел очень попробовать, это бельди. Очень много я читала, слышала. Плюс когда у вас спрашивала какие-то рекомендации, что можно попробовать из российской косметики, что-то мне посоветовали из пирака. Пирки для умывания. Ну, как бы для меня это не вариант, потому что если вы видели мой уход ежедневный, то сейчас он у меня азиатский. Пока переходить на что-то другое не буду. Но вот это хочу попробовать. Здесь у меня ягодные бельди. Мне кажется, что оно самое популярное. Потому что в интернете я видела отзывы в основном именно на ягодные. Отзывы хорошие. То есть людям это нравилось. Вот такая у меня упаковка. Еще я это не пробовала. Хотела уже снять это видео после того, как я все это попробую. Но судьба злодейка и отключение горячей воды в связи с проведением каких-то тепловых взрывов или еще чего-то. Я решила, что я не буду больше ждать. Я просто это все буду открывать и показывать. А потом тогда мы поделимся впечатлениями. Если вы все это уже пробовали, то рассказывайте мне. Купила еще вот эту кесе турецкую. Потому что бельди это какое-то мыло. То ли марокканское, то ли турецкое. В общем, в турецкой бане его используют. И вот вместе с такой перчаточкой я взяла мягкую, чтобы можно было использовать ее на лицо. Вообще ожидаю каких-то таких волшебных результатов. Очень переживала по поводу этой марки, потому что у них маленькие сроки годности. Но практически все, что я заказала здесь, у всего срок годности один год. Так что, ну, не такие уж они маленькие. И значит, что-то здесь из консервантов есть. То есть, в принципе, не так страшно заказывать даже через интернет. Еще у меня что, сразу после бельди я планирую использовать маска. Маска апельсиновая и в желтой длине. Вот она такая вот здесь вот. Супер апельсиновая и в желтой длине. Упаковки совершенно обычные. И, в принципе, все это производится в Москве, насколько я понимаю. Цены весьма-весьма приятные. В принципе, та косметика, которой, наверное, можно гордиться, это мне еще предстоит выяснить. Потому что с маркой Спивак у меня такая интересная история, что когда занималась интернет-магазином, я с ними связывалась. И вот честно скажу, что это был самый ужасный сервис менеджерский по отношению к интернет-магазинам. То есть, мы с ними не стали работать, потому что было ощущение, что я звоню на овощебазу, на единственную в городе. И если мне что-то нужно, то я должна выяснить это на сайте сама. Если я чего-то не понимаю или хочу предложить там какое-то сотрудничество, может быть, какие-то другие условия или взаимный маркетинг, то в целом я, наверное, должна подумать еще раз об этом. Потом получилось так, что на Интершарме я встретилась с представителем марки, с ним как-то переговорила, это был уже мужчина, и он сказал, что вообще в шоке от того, что я ему рассказываю, что все это как бы неправда, и что просто вы попали на не того человека. Ну что ж, если у вас иногда работают не те люди, на которых можно попасть, ну, наверное, часть клиентов вы теряете. Поэтому профессионального сотрудничества с маркой не получилось. Вот попробую именно лично посмотреть, что это за такое. Поэтому как-то это... Предвзятости именно к продуктам я не буду иметь. Просто чисто моя история так долго с ними не складывалась именно вот на этой причине. Я уже вскрыла, что у меня здесь. Это скраб. Скраб для тела, апельсин и корица. Цедра апельсина. Вообще не похожа на скрабы. Самые эффективные, крутые скрабы с апельсином, это скрабы с солью. Мне кажется, здесь посмотрим. С виноградная косточка, много масел. Еще порошок и сушеный яблок. Так, и последнее, что я взяла, это то, почему я там так долго скучала, это плитки. Здесь гидрофильная плитка. Чем прекрасна эта вещь? Я пробовала не эту марку, а другие, когда наносишь на влажную кожу, она становится как пенка, как молочко и увлажняет. После того, как вымоешься, потом наносишь эту плиточку, вытираешься, все. Уже все готово. Можно сказать, что нанесен крем и полный уход. И последнее, что я заказала в этой марке, это расческа. Мне просто нужна была деревянная расческа, и я увидела, что, в принципе, весьма такие деньги минимальные, это 46 рублей вообще, и такой гребень мне был очень нужен. Я решила, что вдобавок к всему еще и закажу вот такой вот гребень. Вот, в принципе, это все, что я получила в последнее время. Если что-то из этих продуктов вы пробовали, знаете, какой-нибудь там классный способ нанесения или каким-то особым образом что-то вы с ним делаете, компонуете, напишите мне, пожалуйста, будет интересно. И про бельди я тоже слышала, что можно на голову наносить. Если кто-то носил на голову, как скраб, тоже мне напишите, как это действует. Потому что вроде как можно наносить на голову, но осторожней, чтобы это не попало на остальные волосы, и вы долго не бежите. Вроде как потрясающее средство, но с большим количеством ограничений. Вот, как только попробую, думаю, что я какое-то видео там сниму в то, что это мне понравилось, либо в то, что не понравилось попадет. Спасибо, что были со мной. Вот такое вот телевое видео. Мы с вами обязательно увидимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok